Любите лего-самоделки? Тогда вам на канал Лего Икслин. У него вы можете найти самые красивые самоделки с хорошей детализацией и абсолютно на любую тематику. Кроме самоделок, он снимает также обзоры различных лего-наборов и всевозможный другой контент про лего. Переходите по ссылке в описании на канал Лего Икслин и подписывайтесь на него. Трэш Лего Икслин Поэтому я решил продолжать снимать ролики по этой теме. Так вот, надо сказать, в моем городе китайское лего продается на каждом углу и купить его не составляет особого труда. Тем более стоит оно достаточно дешево. Вот те два наборчика, которые я вам сейчас покажу, стоят 60 рублей каждый. Так вот, что же это за наборы? Пришел я, короче, в магазинчик игрушек, который находился внутри магнита. И у меня просто глаза разбежались. Столько там было всяких удивительных китайских наборчиков. У меня было большое желание забрать их все, но однако бюджет у меня был, как вы уже знаете, всего лишь 120 рублей. Поэтому мне надо было в этот бюджет как-то уложиться. Сначала я хотел купить мини-фигурки Ниндзяга от ЛепКью. Причем они там были очень прикольные. Там в коробке были ниндзя и динозавр зачем-то. Вот именно это меня и удивило. Но потом я подумал и решил купить из какой-нибудь другой серии. Потому что пониндзяга у меня хоть что-то, но есть. А вот, например, из Некса Найтс у меня вообще нету ни единого набора. И даже мини-фигурки. А серия эта, я уже говорил, мне нравится. Ну так вот, по Некса Найтсу там было тоже очень много всяких наборчиков. Я там как следует их осмотрел и среди них нашел такую дичь, которую не видел еще до этого ни разу в своей жизни. В общем, сейчас я вам покажу эти наборы. Вот они. Да. Достаточно всего лишь взглянуть на коробки и без слов понять, почему я считаю эти наборы дичью. Вот серьезно. Что случилось с Клеем и Мэйси? Вообще непонятно. Вот смотрите. Что у Клея за рожа? Это серьезно. Это не лицо, это рожа. А у Мэйси с лицом-то все в порядке. Зато прическу ей другую присобачили. Да еще и не того цвета. У нее волосы-то красные. И прическа вообще другая. У нее они собраны в хвост. А здесь вообще они непонятного цвета какого-то. И прическа совершенно другая. Да. И кроме того, они еще и на каких-то странных машинах, которые отдаленно напоминают крепости на колесах типа Фортрекса. Но это ясное дело, что не Фортрекс. Потому что вот здесь в углу каждой коробочки нарисован Робин на мини-Фортрексе, который выглядит как раз-таки нормально. А вот эти вот выглядят, я даже не знаю как. Походу, в честь очередной победы над монстрами, рыцари устроили попойку, а потом с Бадуна поехали кататься на каких-то странных машинах. Вот отсюда и нелепые выражения их лиц. Да, представляю, какие будут у них лица, когда их еще и менты оштрафуют. Да хотя нет, не оштрафуют. Рыцари их отдубасят, сразу и уедут, как ни в чем не бывало. Ах, это вообще жесть какая-то. Ну, наборчики у нас эти от Джин Ран вроде. Ни разу не сталкивался до этого с такой маркой. Столкнулся впервые. И сразу же вижу, что это лютая дичь. Но, как говорится, не суди книгу по обложке. Сейчас взглянем именно на то, что внутри, а не то, что нарисовано на картинке. Потому что очень часто и фигурки, и детальки, и даже вообще сами постройки могут отличаться от того, что нарисовано на коробке. Ох, даже не знаю, с кого начать. Ну, пусть будет Глей. Ох, господи. Мне даже открывать это страшно. Я не знаю, что сейчас я выпущу. Может быть, какого-нибудь демона? Я боюсь. Ох, ну ладно. На счет три. Раз. Два. Э, что за... Вот так сюрприз. А как в коробку один рубль попал? Вот это да. Хм. Сюрприз, конечно, приятный. Так. Ну, надеюсь, что следующий сюрприз тоже приятным будет. Ну, ладно. Еще раз. Раз. Два. Три. Э. А что не вылазит-то? Э. О. О. Так. Прическа почему-то лежит отдельно. Ну, хоть с прической вроде не накосячили. А, нет, накосячили. Вон, посмотрите, какой наплыв краски. О. Вот это наплыв краски. Вот это вот я понимаю. Да. Где только красили эту прическу, я вообще не пойму. Посмотрите. Здесь краска лежит сплошными комками. Здесь наплывы одни. О. Ну, да. Хорошие, в кавычках, начало. Так. Ладно. Теперь давайте уж сразу и вторую откроем. А, стоять! Я же не сказал. А вот здесь вылетели нам все детальки, которые тут есть в наборе. А инструкция-то где? Где инструкция? А, вот я тупой. Она на коробке нарисована. Да, но только инструкция здесь непонятная. Здесь она вообще неподробная какая-то. Ну, хотя нет, она более-менее непонятная, но я уже сказал, она совершенно неподробная. Ну-ка, а у Мэйси? А у Мэйси то же самое. Так, ладно. Давайте, пожалуй, и Мэйси тоже откроем. Да, сюрпризы в виде одного рубля у нас тут с вами нету. Так. Ну, хорошо. Так, стоять! А где прическа? Эм, прическа где-то в пакете, наверное, завалялась. Потому что у Клэ эта прическа лежит отдельно, а у Мэйси что-то нету. Или мне ее вообще без прически подложили? Да, народ. А, нет. Нет. Так я и знал, ребят. Здесь вообще полностью отличается от того, что нарисовано на коробке. Здесь действительно у нее прическа такая, какая должна быть. А не такая, какая здесь нарисована. Господи, а я уж думаю, мне реально подложат эту странную прическу странного цвета. Ну, хорошо. Давайте я сейчас это все соберу. Перед сборкой давайте взглянем на качество пластика. Так. Ну, вроде... Вроде нормальное такое. Только вот серые детальки почему-то разных оттенков. Это, разумеется, довольно странно. Они должны вроде как одного оттенка быть. Так. Так, флажок он тут есть. Ооо, а он за усенцем. Ну-ка, еще что-нибудь эдакое есть? Должно быть. Да. Кирпичные стены. А, нет. Это... Сначала наплыв пластика, но на самом деле это фишка такая у них. Они так сделаны специально. А может быть это и наплывы пластика. Не пойму сам, что это такое. Да, ну... Есть еще... Ой, блин, эта деталь поврежденная. Синяя, прозрачная. Да они тут... Эээ, я не понял. Они нарочно все повреждены в одних и тех же местах? Или это просто такой прикол тех, кто создавал этот набор? Не знаю даже. Но детальки вот эти вот синенькие прозрачные, они прикольные. И кирпичные детальки тоже прикольные. Так что плюсы у этого набора уже имеются. Ладно, давайте сейчас я его соберу. Ребят, я уже нашел косяк, даже не приступив к постройке. Мне подсунули, кажется, не ту деталь. Вот, она должна вот такой вот быть. Вот так вот присоединяться. Но она вот такая присоединяется вот так. Она должна присоединяться по-другому. Не знаю, конечно, как это отразится потом на финальной постройке. Ну ладно, давайте так соберем. О, и еще один косяк. Детали очень сложные, некоторые соединяются между собой. Чтобы их соединить, требуется сделать немалые усилия. То есть требуется приложить немалые усилия. О, и посмотрите на эту палку. Видите, сколько же на ней облоя. Вот он, вот он весь. О, это жесть просто какая-то. Ну что ж, первую такую вот странную машинку я собрал, но не буду пока о ней ничего говорить. Обзор на обе модельки я сделаю потом, когда их соберу. Давайте теперь взглянем на качество деталей из второго набора. Да, по-моему, у нас совершенно одинаковый набор деталей. Короче, набор деталей у нас такой же, что и в предыдущем наборе. И сами машинки друг от друга почти не отличаются. Разве что задняя часть немножечко у них отличается и передняя. Потому что разные Nexo силы здесь пределаны, о которых мы поговорим позже. А, ну и передние части вообще сами в себе отличаются. Вот, сами посмотрите. Вот, видно, что у них отличаются передние части. Ну, а теперь давайте собирать. Ну что ж, оба транспортных средств собраны. Всё-таки они немного друг от друга отличаются. У этого более высокая задняя стенка и прозрачных синеньких деталей больше. И знаете, если бы не дурацкие передние части, то модельки бы выглядели значительно лучше. Хотя... Хотя я знаю, что делать. Вот, вот так гораздо лучше. Теперь-то вот я могу сказать, что хоть эти транспортные средства достаточно странные, они всё равно прикольные. Вот теперь они выглядят нормально. Да, ну, разве что я уже сказал, здесь есть такие косяки, как наплывы пластика, пластика, повреждения там всякие. О, и ещё вот этот вот заусенец. Вот тут. Да. Тут все пины, кстати, что меня удивило, они с дырками. Обычно я такие детали не вижу вообще. Ни в каких наборах. Потому что не делают обычно вот такие вот странные пины с дырками. Да, а в этом я не знаю. Видимо, не получилось сделать нормально дырку. Поэтому получился вот такой вот большой... Не знаю, даже это заусенец, облой. Не знаю, как это назвать. Да, ну а в основном достаточно прикольные машинки. Если это можно, конечно, назвать машинками. Так. Ну, перейдём теперь к фигуркам. Из фигурок, как мы уже знаем, у нас Клея Мэйси. Начнём, пожалуй, с Клея. Он у нас тут в доспехах. И на вот такой вот подставочке. Ну, что я скажу. Доспехи довольно-таки нормальные. Только есть небольшие заусенцы. На доспехах. Потом меч, которым вооружён Клей. Начнём с того, что есть значительные повреждения на рукоятке. Вот. Вот они. Потом меч ещё у него какой-то странный. Прозрачный. У него вроде не такой прозрачный меч. Потом. Ещё у него куча облоя и всяких повреждений на ладонях. Это тоже минус. Ну и, наконец, есть незначительные косяки на принтах. На самом теле. Сейчас покажу. Вот. Раз косяк. Ещё на ногах косяки не пропечаталось немного. Вот тут вот ещё не пропечаталось. Немного ещё съехали принты. А на спине как? Ну, на спине он тоже съехал. Да. Это, конечно, печально. Ну, на голове у него принт гораздо лучше, чем изображён на коробке. Могли бы его и на коробке хоть нормальной нарисовать, что ли. Потому что вот посмотришь на коробку. Дичь-дичь. Посмотришь на мини-фигурку. А мини-фигурка такая вполне нормальная. Да. Ну, у него ещё другая эмоция присутствует. Такая вот яростная. Да, немного только тут не видно. Фокуса нету. Почему-то. А вот так вот видно получше. Да. Ладно. Ну, кроме того, я уже говорил. У него есть здесь прическа. Можно снять шлем. Приделать волосы. Ой. Но только приделываться они не хотят. О-о-о. Но если приделаешь волосы, то они им немного закрывают принт. На лице. Да. Это плохо. Ну, и сами волосы я уже вам сказал, какого качества. Здесь я так и не понял, что это. Они все полны каких-то заусенцев, какого-то облоя. Каких-то комков краски. Даже не пойму. Да. Короче, сделали на эти волосы на отвали. Ну, а в основном вроде всё в порядке. Руки держатся, ноги держатся. Все детали прекрасно держатся. И двигаются они тоже хорошо. Так. А вот теперь Мэйси. Мэйси у нас вооружена такой вот булавой. Вот сразу говорю, которую, увы, не смогли доделать. Из-за нехватки деталей. Поленились, походу, те, кто создавал вот этот вот набор. Поленились подложить нужное количество деталей. Из-за чего булава осталась недоделанной. И напоминает по внешнему виду не булаву, а чёрт знает что. Так. Ладно. Сглянем теперь на саму мини-фигурку. У нас здесь, я уже сказал, прическа нормальная у Мэйси. Такая, какая должна быть. Только немного вот странно то, что шлем и прическа одного и того же цвета. Нет, потому что волосы должны быть другого цвета. Более такого, даже не знаю, бордового что ли. Или что-то в этом роде. Короче, красно-коричневого, а не чисто красного. Из-за этого выходит небольшая непонятица. Так. Давайте снимем с неё доспехи. У неё доспехи такие же, как у Клея. Только забрала на шлеме другое. Да, и заусенец у неё на доспехах тоже есть. Так. Вот с Мэйси-то дела обстоят с принтами ещё хуже, чем с Клеем. Нету никаких таких проблем, чтобы что-то не пропечаталось. Здесь другая проблема. Принты здесь очень сильно скошены в сторону. Да, вот это прям очень хорошо видно, что они скошены. А на спине? И на спине тоже самое. Да. Ну, а в основном всё вроде в порядке. Только вот на руке какая-то странная, не знаю даже, как это назвать, вмятинка. Не знаю, что произошло, но вмятины на руке есть. Зато ладони вроде в порядке. Только вот на ногах он тоже есть. Облой. Вот он. Зато на ладонях его нету. Взглянем теперь на лицо. Да. Вот с лицом тут тоже есть косяк. Здесь у Мэйси плохо пропечаталась бровь. Это прямо-таки бросается в глаза. Как будто бы в бою ей по брови прилетело каким-нибудь раскалённым углём. И он сжёг ей часть брови. Да, это, конечно, жесть. И имеется ещё вторая эмоция. Она вот такая вот тоже сердитая. Сделана она, надо сказать, гораздо лучше, чем первая. Ну всё, собираем всё назад. А ну и заусениц, конечно же, есть на рукоятке. Да. Кроме того, у них ещё есть щиты. Вот такие вот. На которые можно по желанию присоединить Нексо Силы. Которые, кстати, сделаны нормально. Вон, видно, что аккуратно они очень сделаны. Поэтому Нексо Силы ругать не за что. Вот так вот. Вставляем их в щиты. Щиты даём в руки рыцарям. Да, вот такие вот недорыцари. Почему я говорю недорыцари? Потому что в них куча косяков. Так, кроме того, мы имеем ещё несколько лишних деталей. Это запасные ладони. Но они не такие уж лишние. Ещё вот такая вот деталь, которая никуда не пригодилась. И изумруд. Но изумруд, кстати, прикольный. Здесь, конечно, на камере он немного тусклый, но на самом деле он ярче. Прикольная такая деталька, обязательно где-нибудь пригодится. Ну, можно установить, пожалуй, рыцарь в эти машины. Как-то он странно в эту машину садится. Не хочет нормально. А это всё из-за того, что посунули не ту деталь. Она ему мешает. Давай, хоть как-то усаживайся. О! Правда, он так вообще не держится. Ну, ладно. И так сойдёт. Ну, и Месси я тоже установил в её, так сказать, недомашину. Да. В результате мы имеем две вот таких вот странных модельки. И знаете, вот если бы не вся эта куча косяков, если бы и все эти заусенцы, облои, повреждения, кривые принты и нехватка деталей, да не только нехватка деталей, да ещё и, кроме того, не те детали, я уже говорил, подсунули. И если бы ещё и на коробках были нормальные изображения, а не такие, как на них. Вот серьёзно. Вот на коробке дичь дичью, а в жизни нормальные фигурки. В общем, если бы не всё это, я бы мог назвать эти наборы замечательными. Но из-за всех этих косяков я могу назвать их только средние. Не такая уж дичь, но и далеко не самые лучшие наборы. На этом всё. С вами был Любопыт. И если вам понравилось видео, ставьте лайк. И, возможно, выпущу ещё похожий ролик.